Актерский мастерство на дому Репетиции сцены, ведете себя как буратинка, у вас руки и ноги скованы Или зажим в голосовых каких-то элементах и так далее Так вот, сегодняшняя разминка у нас построена по такому принципу Излишнего напряжения нет, когда мышцы устают Поэтому сегодняшнее упражнение все направлено на то, чтобы, скажем так, утомить определенную группу мышц Начнем мы с первого упражнения Актерина, вставай по центру Итак, первое упражнение направлено у нас на избавление от зажимов в плечах Значит, упражнение звучит следующим образом По команде вы поднимаете левое или правое плечо И как будто вы стремитесь достать им до уха В это время голову вы держите прямо То есть нельзя наклонять голову ухом к плечу и так далее После того, как ваше плечо устает Вы просто сбрасываете напряжение и расслабляетесь Переходите к следующему плечу Как это происходит, сейчас мы с вами покажем Итак, Катя, какое? Левое, правое? Правое плечо, поехали Вот, видите, то есть голова стоит прямо Можно проверить, насколько плечо зажато Еще сильнее можно Еще напрягай-ка Вот Когда устанешь, можешь сбросить Сбросило, да Хорошо, пригодим к следующему плечу Поднимаем То есть изо всех сил напрягаем плечо, стремясь достать до уха Но при этом голову держим прямо За счет этого и создается вот это напряжение вот здесь Мышцы у нас устают Все, спасибо Значит, вот этот комплекс нужно проделать примерно 5 раз То есть 5 раз одно плечо, 5 раз другое плечо После окончания этого упражнения Да, можно там повертеть плечами Проверить, насколько хорошо они у вас двигаются И так далее Теперь мы с вами занимаемся избавлением от зажимов Вот, грубо говоря, вот здесь Значит, упражнение звучит следующим образом Вытягиваем руки и по команде максимально сильно сжимаем их кулаки Да, напрягаем и стоим, пока у нас не устанут руки Потом, когда устали, мы сбрасываем То же самое, повторяем 5 раз Ну, Катя сейчас покажет Итак, вытянули руки Кулаки зажали Стоим Жмем изо всех сил Если у вас есть помощник, он может проверить, насколько сильно у вас напряжены мышцы Да, и помочь вам, например, подсказать Можно еще напрячься там Или Все, да? Теперь смотрите, есть еще один способ проверить, насколько хорошо вы делали это упражнение То есть, можете повернуть ладони лицом к себе Да, если у вас вот здесь остались следы от ногтей И не важно, подстрижены они у вас, или у вас там маникюр классный Все равно должны остаться лунки Значит, вы нормально зажимали То есть, вот такой комплекс мы делаем тоже 5 раз Теперь, для следующего упражнения вам обязательно порадуются помощники Если у вас, если у вас, к сожалению, такого помощника нет, то тогда это упражнение вам придется пропустить Значит, в этом упражнении мы с вами работаем над разгрепощением поясничных мышц Итак, первый человек, который делает, встает спиной ко второму человеку Первый делает, второй подстраховывает Первый человек ставит руки кулаками на поясницу И по команде, начиная с головы, он начинает отклоняться назад Отклоняется до тех пор, пока может И потом он должен из этого положения вернуться обратно То есть, отклонился, насколько может, повисел какое-то время и возвращается обратно Задача страховщика Во-первых, если человек не рассчитал силы и его начинает перевешивать Его надо поддержать и помочь ему вернуться в прежнее положение То же самое, если вы видите, что он не может вернуться, да, вы ему помогаете Но не ставьте руки так, чтобы он лег на ваши руки Потому что таким образом вы снимаете то самое напряжение, которое вам нужно добиться То есть руки всегда примерно на расстоянии, пока не беспокойся На расстоянии одного сантиметра от человека, да То есть, в случае чего подняли руки, помогли В случае чего, если он дальше прогибается, руки опустили ниже Вот, а делайте это упражнение по команде второго номера, который страхует То есть, он готов, он говорит, поехали И человек начинает делать Еще раз говорю, начинаем с головы Сначала голова идет назад Потом отклоняются плечи и так далее Вот, да Значит, если у вас проблема со спиной Вы чувствуете болевые ощущения Не надо, как бы, делать это упражнение, пока у вас там что-нибудь не сломается То есть, вы чувствуете, что у вас немножко боль наступает, да Возвращайтесь обратно Либо не отклоняйтесь дальше Наша задача с вами не порвать себе спину, да А всего лишь немного поработать со спинными мускулами, да Вот, Катя, ты готова? Да Поехали Спасибо То есть, вот это упражнение тоже делаете пять раз Можно делать его подсчет Например, на три счета человек отклоняется Три счета висит, три счета возвращается На следующие, допустим, пять счетов он отклоняется Пять счетов висит, пять счетов возвращается, да То есть, чтобы вам и человеку понять, как бы, пределы вот своих границ Мы сейчас просто покажем, ну, на пять счетов, да, сделаем Вот, попробуем на пять счетов То есть, пять счетов отклоняемся, пять счетов висит, пять счетов возвращаемся Давайте, разворачивайся, готово? Я считаю, ты делаешь Раз, два, три, четыре, пять Раз, два, три, четыре, пять Ты молодец, но ты пропустила серединку, как мне надо было повисеть Вот, это третье упражнение И четвертое упражнение в этом комплексе Мы с вами работаем над избавлением зажимов от вот этих вот мышц Значит, а как оно делается? Вы наклоняетесь вперед Ходите, пожалуйста Ваша задача, дотронуться кончиками пальцев до пола А, ну, давай пока, я объясню, потом будешь делать, да Но при этом нельзя опираться на пальцы Переносить на них вес своего тела То есть, это вам нужно для того, чтобы создать определенную позу После того, как вы дотронулись кончиками пальцев до пола Вы встаете на носочки И ваша задача удержать свою позу В течение определенного интервала времени То же самое можно делать Три счета, пять счета, семь счета, девять, одиннадцать Там, ну, насколько вы выносливы Да, в принципе, если вы занимаетесь этими упражнениями каждый день То вы можете постепенно увеличивать это число Да, ну, сейчас покажем с Катей, как это получается у нас Давай, Катя Как устанешь, я перестану считать, чтобы понять, какой у тебя предел Хорошо? Ага, наклоняемся Облокачиваемся Встаем на носочки Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать хватит, а то будешь выгонять наших зрителей в комплекс неполноценности. Не начинаете сразу с 21, попробуйте 5, 7, 9, 11, 13, потому что для начинающих, ну вот 11, как бы, непривычки, достаточно тяжело, потому что вот эти мышцы начинают очень сильно болеть. Итак, мы с вами размялись, и сейчас мы переходим к следующему упражнению. Оно по-прежнему у нас связано с вашим телом, да, с тем, как вы умеете владеть телом. Опять же, мы подключаем нашу фантазию, и плюс еще мы работаем с вами над, скажем так, музыкальным восприятием. Называется это упражнение музыкальный инструмент. Мы подобрали три мелодии, каждая мелодия, как бы, включает в себя только один элемент. Значит, теперь объясняю, зачем вам это нужно. Катя будет выполнять это упражнение. Значит, вы включаете музыку, и ваша задача попробовать рассказать историю этого музыкального инструмента, который сейчас звучит. То есть, в зависимости от того, как он звучит, там, весело, там, грустно, с каким-нибудь, то быстро, то медленно, да, то есть подумайте. То есть, вы этот инструмент, вы, там, труба, вы флейта, вы гитара, и вот вы должны представить, что, о чем вы хотите поведать зрителю, да, вот, о чем сейчас говорит эта гитара в этой музыке, да. Сейчас мы попробуем, это достаточно сложное упражнение, вот, ну, если вы им займетесь, то, я думаю, со временем у вас все трудности исчезнут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну что ж, а теперь мы приходим к блоку из трех упражнений, которые направлены, ну, я так считаю, на избавление от штампов. Не секрет, что, когда вы много раз играете роль одну и ту же, в одном и том же спектакле, у вас несколько так замыливается глаз, вы теряете свежесть, да, своих каких-то актерских находок, и у вас начинается, как на работу. Пришел от звука, отрубил спектакль, вышел, как бы, и, не знаю, получил ли какое-то удовольствие от этого. Вот эти вот упражнения, которые мы сейчас вам покажем, их три мы взяли, они как раз направлены на то, чтобы в своей роли найти какие-то новые моменты. И для этого есть определенные приемы. Взяты эти упражнения из тренинга Альшица. Есть такая замечательная книга «Тренинг Форева». Если вы ее найдете, я думаю, ее можно скачать в интернете, почитайте. В любом случае, я думаю, вам будет очень интересно, потому что у него достаточно необычный подход к этим упражнениям. Итак, сейчас рассматриваем первое упражнение. Называется оно «Замри». В чем его суть? Значит, человек, ну вы, или Катя в данном случае, да, он бежит по кругу. Причем бежит максимально разнообразно. Можно бежать спиной назад, приседать, подпрыгивать. Самое главное, да, не задумываться о том, что вы сейчас делаете. Вот просто вы бежите, как вам на душу легло. Затем по какому-то знаку, хлопок, если у вас есть помощник, там, будильник на телефоне, вы замираете. Даже если вы теряете равновесие, вы должны замереть в той позе, в которой вас застал этот звук. После этого, когда вы устоялись в этой позе, вы со второй секунды, там, или, смотрите, начинаете читать кусок своей роли, да, ну, достаточно большой, где, скажем так, вам не нужно общаться с напарником, потому что, скорее всего, в домашних условиях вам это будет трудно сделать. Да, и внутренне отслеживаете, да, что происходит с вами, когда вы налагаете очень знакомый для вас текст на не очень знакомый для вас физическое состояние. Да, сейчас мы покажем. Для начала Катерина расскажет свой отрывок из спектакля, там, несколько предложений. То есть, как она это произносит во время спектакля, чтобы у вас была возможность сравнить, как монолог звучит до этих упражнений, и как он будет звучать во время этих упражнений. Будет ли какая-нибудь разница. Итак, пожалуйста, Катя. А помнишь, в школе ты поцеловал меня в щечку под окном, весна и тепло, учителя встречались невиданно, неслыханно, а ты им такой, почему она моя будущая жена? Вот, а теперь посмотрим, что случится с этим монологом в результате наших упражнений. Разнообразие, разнообразие, интересные. А помнишь, в школе ты поцеловал меня в щечку, учителя откричались невиданно, неслыханно, а ты им такой, а почему она моя будущая жена? Побежали. Да, да, мы встречаем вас вот в такой необычной. Позиции для следующего упражнения называется, оно «Отхлопать роль». Вы выбираете свободное пространство, можете сидеть на полу, можете сидеть на стуле, выбираете любые предметы, какие только хотите. Ну вот, Катерина выбрала такие. Задача остается точно такой же. Передать свой монолог, да, свой кусочек роли, о котором мы говорили выше. Но теперь только с помощью звуков. И здесь важно передать не только ритм, да, того, как вы говорите, но чувства, эмоции, мотивации. Все, что вы сможете, да, передать вот через вот эти вот предметы, да. Ну, я думаю, что текст-то вы помните. А что сейчас получилось у Кати, сейчас мы посмотрим. А помнишь, ты поцеловал мне щечку под окном из школы? И, наконец, последнее упражнение на сегодня. Называется оно «Растяжка». Не секрет, что очень часто бывают такие моменты, когда актер, находясь на сцене, после того, как сказана его реплика, он выключается из процесса сценического, да, и как бы потухает. Потом наступает опять его очередь, говорит, он оживляется, говорит, говорит, а потом опять затухает, да. Вот, это не совсем правильно. То есть у нас жизнь не прекращается внутренне с последним нашим, как бы, словом, да. Мы по-прежнему чего-то хотим в этом спектакле, к чему-то стремимся и так далее, да. И поэтому это упражнение, оно нацелено как раз на то, чтобы научить вас немножечко жить дальше, чем момент, в который вы действуете. По логике вообще цель вашего персонажа должна все-таки заканчиваться не с его последним появлением на сцене, а как бы продолжаться за занавес. Занавес закрылся, но там персонаж еще что-то будет делать после того, как занавес закроется, да. И вот как раз, исходя из этих посылок, делайте следующее упражнение. Для начала вы определяете для себя точку на полу, до которой вы можете на пределе достать до нее одной из своих ног, да. Вот. После того, как вы определили эту первую точку, вы определяете вторую точку. Чуть-чуть дальше, на 10-15 сантиметров. Как раз последняя точка, это и будет вашей целью. То есть, определили первую точку, это, как вам кажется, максимум, которого вы можете достигнуть, и после него еще примерно отчитали 10-15 сантиметров, и определили вторую точку. Сейчас мы сначала попробуем сделать это чисто физически. Так, мы сначала определили две ее точки. вот железная шкатулка это первая точка максимум до которого она может достичь и предел это вот желтенькая баночка да то есть сейчас мы посмотрим что у нее получится пока чисто физикой мы определили с катей ну по крайней мере ее предел такие кажется да да не и максимум а вот это вот предел сейчас мы приходим к словесной части этого упражнения задача весь тот текст который вы до этого слышали когда должна наложить на вот это вот движение растяжки когда она растягивается сюда и потом когда она собирается обратно то есть вот этот текст она должна его грубо говоря каким-то образом растянуть наполнить его пространством как у нее сейчас получится загадка и для меня и для вас мы ее разгадаем то есть ей нужно вот весь этот текст разложить на вот эту вот растяжку пробуй а помнишь под окном школы ты поцеловал меня в чечку весна тепло учителя раскричались невиданно неслыхано а ты не такой а помнишь под окном школы поцеловал меня в чечку весна тепло ну я думаю что на это мы перестанем мучить катю да все нормально вот то есть вы заметили да что текст в нем появилось больше пауз да он стал говорится медленнее возможно не сильно медленно да но все равно он как бы растянулся это вот скажем так самая простая растяжка в следующий раз когда мы с вами встретимся мы подготовим для вас растяжки посложнее вот но пока хотели бы чтобы вы поработали над теми упражнениями которые мы сегодня вам показали а на этом я думаю что мы закончим всем пока пока мойте руки и до встречи а